Привет всем! Сегодня поговорим о том, где лучше подаваться на временную защиту, на временное убежище беженцам из Украины и какие льготы предоставляет та или иная страна. Хочу заранее сакцентировать ваше внимание на том, что выбирая ту или иную страну, узнавайте уровень цен в ней. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить полезную для вас информацию. Поехали! Австрия Регистрация проводится работниками полиции в определенных пунктах регистрации. После подачи документов можно зарегистрироваться в АМС. Срок выдачи до 3 марта 2023 года. Какие же льготы предоставляет Австрия? Медицинская страховка, временное жилье, бесплатное изучение языка, бесплатное посещение школ, садиков, университетов, выплаты 215 евро в месяц на взрослого человека и 100 евро в месяц на ребенка. Первые выплаты наличные, следующие на карту. Швеция Подача документов происходит в миграционной службе на год с возможностью продления до 3 лет. Если предоставляется жилье с питанием, то выплаты 60 евро в месяц на взрослого и 30 евро в месяц на ребенка. Если предоставляется только жилье, то 210 евро в месяц на взрослого и 120-150 евро в месяц на ребенка. Также предоставляется медицинская страховка, временное жилье, бесплатное посещение школ, садиков, бесплатный транспорт и сим-карта. Франция Оформление документов происходит в префектуре на 6 месяцев с возможностью продления на полгода. Выплаты 400 евро в месяц на человека. Дополнительно предоставляется медицинская страховка, временное жилье, бесплатное посещение школ, садиков, бесплатный транспорт при наличии проездного. Португалия Подача документов происходит онлайн, на сайте, адрес которого вы видите на экране. На год с возможностью продления. Выплаты составляют 100-150 евро на человека и 250-300 на семью в месяц. Дополнительно предоставляется бесплатная медицинская страховка, временное жилье, бесплатное посещение школ, садиков, бесплатный транспорт, проезд в течение двух дней по прибытию. Греция Подача документов онлайн на сайте, либо оффлайн в четырех городах Афины, Салоники, Патра и Крит на год с возможностью продления. Выплаты 100 евро на человека и 300-400 на семью и детей. Также дополнительно предоставляется медицинская страховка, временное жилье, бесплатное посещение садиков и школ, но только учитывайте, что летом садики не работают и право на работу. Германия Подача документов происходит в социальных службах на год с возможностью продления. Выплаты единоразовые 135 евро на взрослого, 244 евро на пару и 80 евро на ребенка. Ежемесячные 335 евро на человека в месяц, но ожидать ее долго. Дополнительно предоставляют медицинскую страховку, временное жилье, бесплатные садики, школы, бесплатный общественный транспорт и постоянное жилье, поиск и частичная оплата. Эстония Подача документов происходит в пункте обслуживания департаментом полиции и погранохраны, плюс нужна предварительная бронь времени для регистрации. На год с возможностью продления до 5 лет. Выплаты на взрослого 150 евро, на первого ребенка 180 евро, на каждого последующего ребенка 60 евро. Компенсация по безработице 292 евро. Компенсация за аренду, жилья, оплата половины коммунальных. Дополнительно также предоставляется временное жилье, бесплатное посещение школ и садов и право на работу. Ирландия Подача документов происходит в аэропорту на год с возможностью продления до 3. Выплаты 206 евро на неделю на человека, ограничения по количеству беженцев до 20 тысяч. Также выдается бесплатная сим-карта. Также дополнительно предоставляется временное жилье, медицинская страховка, право на работу, бесплатные садики и школы, бесплатные языковые курсы. Бесплатный проезд не предоставляется. Бесплатный проезд не предоставляется. Срок выдачи на 18 месяцев. Единоразовые выплаты 65 евро на человека. Ежемесячные выплаты 108 евро на ребенка до 18 лет. Ежемесячные выплаты только на детей. Бесплатная сим-карта предоставляется. Также дополнительно предоставляется временное жилье, медицинская страховка, бесплатные садики и школы, право на работу, бесплатный проезд. Испания. Подача документов в полицейский участок или на границе Испании. Аэропорт, порт, сухопутная граница. На 1 год с возможностью продления на 3. Выплат нет. Также предоставляется временное жилье, бесплатный проезд и право на работу. Продолжение следует... Продолжение следует...